С каждым годом выпускники все чаще слышат фразу «следуй за своей мечтой, делай то, что любишь, и ты не ошибешься в выборе будущей профессии». Но почему-то они вместо этого слышат «заведи профиль в инстаграме и веди себя так, как будто ты звезда», или «создай свою рок-группу, потому что у тебя есть уши», или «стань голливудским актером, потому что они зарабатывают хорошие деньги». И если эти только на пороге самой большой ошибки в их жизни, то есть и другая категория людей, которые уже ее совершили. И несмотря на то, что они зарабатывают хорошие деньги, они не любят свою работу. И тех и других мучает один вопрос – что дальше? И пускай у меня нет на него ответа, так как это личное дело каждого, я могу подсказать, какие ошибки совершают чаще всего и чем стоит руководствоваться при выборе своей будущей профессии. Одна из главных ошибок, которую допускают при выборе будущей профессии – позволять другим выбирать за нас, кем быть. Конечно, легче делать то, что говорят другие, но если они не будут за вас жить вашу жизнь, то лучше думайте собственной головой. Прислушивайтесь к себе и учитесь принимать сложные решения самостоятельно, чтобы не упустить возможность и не сожалеть до конца своей жизни. Чтобы принимать сложные решения, нужна смелость. Причем смелость не обозначает отсутствие страха. Это умение действовать вопреки дрожи в коленях и слабости в животе. Сомнение – это нормально, его испытывают все, без исключения. И это ведет нас к второй типичной ошибке – страху совершать эти самые ошибки. Помните, неудачи неизбежны. Поэтому не бойтесь покидать зону комфорта, пробовать то, что вам интересно, просить у людей помощи, не бойтесь получить отказ. Это лучше, чем так и не попробовать. Лучше потерпеть неудачу в любимом деле, чем преуспеть в том, что вам безинтересно. Третье. Не ищите виноватых. Ищите способы все исправить. Как правило, человек критикует окружающих только если в глубине души недоволен собой и делает то, что ему не нравится. Если это ваш случай, выявите причину своего недовольства и работайте над ее устранением. Также учтите, что в жизни не все поддается контролю. Принимайте жизнь такой, какая она есть. И пытайтесь углядеть в неожиданном повороте не преграду, а новую возможность. Итак, с ошибками мы разобрались. Но прежде чем понять, в какой сфере следует искать свою будущую профессию, нужно понять, чего вы хотите на самом деле. В поисках себя и своего призвания профессионал в сфере карьерной стратегии Скотт Динсмор советует руководствоваться четырьмя весьма важными ориентирами. Первое. Заново познакомьтесь с собой. Хорошо изучите свои слабые и сильные стороны. Выявите, чем вы любите заниматься, несмотря ни на что. Когда вы поймете, в чем вы хороши, вы узнаете, в каком направлении вам следует искать свою будущую профессию. И никто вас не сможет убедить в том, что вы чего-то не можете. Второе. Определите, что для вас значит успех. Не для всех успех – это петь на сцене или жить в доме из золота. Для кого-то успех – это делать свежую выпечку и видеть лица благодарных посетителей. Для кого-то наводить красоту на улицах города. Для кого-то спасать жизни. Вы удивитесь, но чаще всего человек чувствует себя счастливым, когда знает, что приносит пользу окружающим. Когда делает мир вокруг себя чуточку лучше. Когда видит, что его труд ценят. Третье. Не прекращайте учиться и совершенствоваться. Узнавайте и пробуйте что-то новое. Наполняйте свою жизнь новым смыслом и новыми увлечениями. Четвертое. Окружайте себя людьми, которые разделяют ваше мнение. Эти люди не дадут вам сбиться с пути. Будут вдохновлять и поддерживать вас в трудные минуты. Чтобы найти таких людей, не бойтесь рассказывать окружающим о своих необычных идеях и достижениях. И, наконец, пришло время самого главного вопроса. Без какого занятия вы не сможете жить? Честно ответьте себя на него и совершенствуйтесь в этом направлении. Делайте то, что вам важно. Пусть ваша будущая профессия будет вам по душе. Вносите тот вклад, который можете внести только вы. Будьте хорошими людьми. Делайте то, что вдохновляет вас на новые свершения. И своим примером заражайте окружающих. Подумайте об этом. Ну и, конечно же, мыслите продуктивно. Субтитры создавал DimaTorzok